Все начинается с ниток и узелков, а заканчивается ковром. Так говорит Видадзи Мурадов. Еще 10 лет назад в этом цеху он начинал все с нуля. Ковер в жизни азербайджанцев присутствует со дня рождения и до смерти. В честь новорожденного первенца молодым родителям принято дарить вот такие яркие ковры. Невестки приобретают его в качестве приданного. А для туристов это престижный сувенир об Азербайджане. Вот почему спрос на ковры всегда большой. Сначала у него трудилось 35 человек. Это и художники, и дизайнеры, ковроделы и ткачихи. Сегодня их около тысячи. Видадзи Мурадов – успешный предприниматель. Ковры ручной работы из его цеха пользуются большим спросом у иностранцев. Наша цель – увековечить и развивать традиции искусства азербайджанского ковра. Используя уже позабытые старинные ковровые композиции, мы изготавливаем высококачественные ковры. Стремимся донести это наследие до будущих поколений. Здесь ткут вручную, как и в старину. Причем работы не повторяются. Каждая из них отличается узорами и цветовой гаммой. В руках у мастерицы всего три инструмента – крючок, колотушка и ножницы. Даже в цехе отношение к ковру почти мистическое. Проведите рукой по ковру, созданному с любовью, честными и натруженными руками ткачихи. Почувствуйте, как практически мгновенно по всему телу разливается тепло. Непередаваемый запах, ощущение уюта и времени, которому сами ковры не подвластны никак. И уже можно нащупать идею сказочного ковра, умеющего летать, передвигаться в пространстве и времени. Сначала художники создают эскизы и передают их дизайнерам. Они, в свою очередь, выбирают цветовую гамму. Ну а потом за дело берутся мастерицы. Натягивают нити на станок, завязывают узелки. Звуки в цехе сродни веселой чечетки. Мы уже разработали около 900 различных ковровых эскизов. На их основе производятся ковры, охватывающие и отражающие опыт всех классических школ. Азербайджанского ковроделия, Бакинской, Кубинской, Закатальской, Ширванской, Гянджинской, Казахской, Табринской, а также Карабахских, объединяющих в себе традиции Нахичеванского и Ленинградского ковровых пунктов. Нити – это чистая шерсть. Сырье Видади покупают у фермеров. Здесь используются краски растительного происхождения. В ход идут скорлупа грецкого ореха, гранат, листья тутового дерева, айвы, корни марены. Например, для получения желтой краски используют и шелуха репчатого лука, и кожура яблок. А чтобы результат покраски был, что называется, на века, мастера добавляют морскую соль или уксус. Самая главная черта, отличающая азербайджанские ковры от других ковров, – это технология, которую применяют азербайджанцы с древних времен. У каждой группы ковров своя технология. Технология затяжки петель, каждый ковер, сотканный дома азербайджанцами – это и есть своего рода школа ковроделия. Видади Мурадов часто принимают участие в международных выставках Америки и Европы. Ковры под брендом «Азерельмя» даже получили премию королевы Виктории и уже открыли первый магазин за пределами Азербайджана – в Москве. Как и в любом деле, здесь было много проблем и препятствий. Вначале было очень тяжело. Я даже не думал, что когда-либо мне удастся достичь своей цели. Но сейчас я понимаю, что все усилия были не зря. Ковры фабрики Мурадова недешевые – от 150 до 500 долларов за один квадратный метр. Несмотря на это, спрос высокий. И бизнес Видади Мурадова идет в гору. Кроме того, бизнесмен активно занимается теорией и традицией. Ежегодно на разных языках мира выпускает журналы и книги об истории ковроткачества. Эльвира Хусаинова, Рамиль Баба, Эмин Хаквердиев, Афган Ёлчуев. Программа «Стартап. Азербайджан».